Доброе здоровье, все уважаемые посетители моего канала. Сейчас мы поработаем с вашими комментариями, упоминаниями, а также письмами. Сделаем кое-какие разъяснения, важные разъяснения, которые, естественно, давным-давно делал. Приходят новые люди, и они как бы сказать, вот мы тут родились, а мы что дам делать в качестве разогрева? Лана, спасибо за бесценное знание. Они действительно бесценны. Я сейчас на 12-м дне уриного голодания хочу продержаться 30 дней. Вот где-то после 12-го дня начнутся более-менее такие серьезные у вас изменения. То есть создались условия для того, что если имеется какая-то патология, она начнет отмирать и отходить. А вот Жан Садель, так сказать, посетитель давнешний на канале, очень давнешний, вот он спрашивает. Как большим полезнее быть для организма, чем мелким-худым? Вот так вот, большим. Ага. И в связи с чем он все это дело спрашивает у меня? Глядя на вас, видите, какая фактура, богатая мускулатура. Где-то я сейчас 108-107 килограмм, так примерно. Глядя на вас, понимаю, что вы раньше были очень худым. Ну зачем так? Ну вот это слово, зачем сказать стройненьким, маложавеньким мужчинкой? А теперь в теле, а теперь при теле, можно сказать, выходит так лучше вопрос. Что можете сказать по этому поводу? А я говорил по этому поводу, кстати, я написал в ответе, что скажу в видосе. И вот этот видос подошел, и я, значит, отвечаю. У человека существует индивидуальная конституция, которая ему дается, будем говорить, при рождении. И в течение всей своей жизни человек имеет определенные телосложения, прослойка жира и прочее, 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 прочее. Они у него, так сказать, стандарт его. Но на этот стандарт, оказывается, можно довольно-таки сильно влиять. То есть, можно раскачаться. Что я и сделал, раскачался. То есть, оброс мясцом, поднимал штангу, все, вот это занимался. То есть, я свою индивидуальную конституцию сдвинул в более, в сторону увеличения. Но важно запомнить, что индивидуальная конституция всегда стремится, если вы ее сдвинули, увеличили свой вес, к тому, чтобы его опять восстановить. Если дальше, что я делал дальше, я занялся, все это дело отбросил, и я начал заниматься совершенно новой для себя областью оздоровления организма. То есть, если я вначале просто-напросто использовал свой организм для того, чтобы посмотреть на его возможности, там, силовые, возможно, силовые, там, в массе. Вот так как я был профессиональным спортсменом, я за счет этого кормился. Это важно понимать. Вот. Значит, я его сдвинул. А потом, когда мне все это, я вспоминаю то состояние, я очень любил заниматься, сейчас я люблю заниматься, да. Я очень любил заниматься, а потом, знаете, как вот отрезало, как-то вот это все опостылило. Но это, видать, связано с судьбой, судьба, карма и так далее. Тут включаются определенные моменты, то есть, человек стал самостоятельным, хочет семью и так далее, и так далее, и так далее. И уже, значит, ему не до спортивных занятий, а как бы сказать, нечто другое. Хотя можно и все это совмещать, но вот я в этом деле не увидел перспектив. И на этом, значит, завершились мои занятия. Я занялся обустройством семьи, значит, добычей материальных благ и так далее, и так далее. И в связи с этим, то есть, я прекратил эти занятия. Естественно, если нету стимулирующих занятий, если нету соответствующего питания, то вся эта вот бутафория, которая, знаете, у человека есть, он накачался, и думает, на всю жизнь я накачался, булю с маком. Пока имеется нагрузка и питание, у вас будет держаться масса. Как только нету ни нагрузки, ни питания, организм приспосабливается, как у космонавта. Вот он подготовился, вроде тренированный, вроде то-сё, пятое-десятое, великолепные показатели у него здоровья. Пустили его в космос буквально-таки на две недели. Невесомость. Ничего это не надо, ни сила, ни там совсем другое. То есть, наш организм не привык в таких условиях функционировать. Возвращается назад, и он может вообще и не ходить. Настолько всё атрофировалось, настолько всё это исчезло, что ему очень тяжело ходить там. Надо всё это, как бы сказать, запускать по новой. Это так. К примеру вам, наглядный пример. Так вот точно и у спортсменов. Они готовятся, выступают на стороне, на банях, показывают пиковая форма, естественно, у них и мышцы, естественных и силовые показатели большие. Соревнования прошли, всё, и как это особо поддерживать не надо. А если он вообще там дальше и не думает выступать? Это всё спадает. Вот всё спадает. Нету нагрузки, нету питания. Организм возвращается к моей естественной индивидуальной конституции. Но при этом важно понимать, что индивидуальная конституция при этом должна быть обычная повседневная нагрузка. То есть он вернулся к обычной повседневной нагрузке. Если вы как-то немножечко, не всё время сидите, как в данном случае я сейчас, за столом, то у вас, естественно, там и мышечная масса, и сила на каком-то уровне, знаете, обыденном поддерживаются. Но против тех спортивных, рекордных, которые вы имели, мне всё слетело и так далее. И вдобавок, вдобавок, проблемы со здоровьем тогда возникли, я начал заниматься всеми этими вещами. Я ещё дополнительно начал осваивать голодание, науку гулядания, питание, то есть попробовал перейти на сыроический рацион. Я начал обливаться и так далее. То есть я поставил себя в такие условия, в которых вот эта вся эта масса совсем приобретает другие значения. То есть она ещё уменьшилась. Я приспособился к совсем другой обыденной нагрузке. То есть обливаться, регулярно там голодать, раз в недельку, питаться совершенно другой пищей, не объедаться и, естественно, вот эта вот стройность появилась такая, маложавая. То есть я стал совсем другим человеком. То был, ага! Самый большой у меня вес был 117 килограмм, а это только хопочки. Он стал где-то килограмм 80-83, ну где-то вот так вот держаться. Кстати, при том весе я начал подтягиваться на одной руке и налево, и направо. Вот такие достижения у меня были. Далее. Выходит так лучше. Далее. С течением, значит, жизнь у меня лично продолжается. Я потихонечку от всего этого отхожу. То есть я перестал регулярно голодать. Я перестал заниматься вот это вот сыроедением, так-то активно. Так, знаете, смешанное питание. То есть я перестал на него особо обращать внимание. Вот. И, как бы сказать, а да, обливаться перестал холодной водой. И как-то так я, знаете, жил, как и все, самотеком пошел. Тем более тут пошли у меня такие вещи, как телевидение. То есть совершенно иная жизнь пошла, в которой, конечно, можно всем этим было заниматься. Но я как-то... То есть вас интересно понимать. У каждого человека свой этап. То есть у меня появились какие-то возможности, у меня появилась новая любовь, там, бурные романы. Все там такое, знаете, грубо говоря, там, попутешествовать по Московской области, там, туды-сюды и так далее. Вот. И вижу, вес начал подрастать. Вес начал подрастать. Я начал там заниматься. И это, опять-таки, связано не с тем, что его специально, вот я разжирался, там, тренировался и так далее. Ну да, немножко я там тренировался для этого самого, как бы сказать, оформить, чтобы тело. Но вижу, от этого оформления, вот у меня, что там, будем говорить, начало происходить. У меня начали болеть поясница, то вообще жесть, жестяная. Вот. У меня начали болеть плечи, у меня начали побаливать лёгти. Ну и всё вот это такое. И это привело к тому, что я уже подумал, что это всё подошла старость, сушите ласты, появилась гравитационная гимнастика. А я до этого очень давно, знаете, вот то, что у меня должно быть в жизни, я это видел во снах. Я во снах видел себя до того, как я начал вести клуб бодрости, оздоровительной. Что я бегаю зимой в трусах, ну, спортивные трусы, майка, босиком, там, по городу. И вот этот сон как раз приснился, я думаю, о, что тут какая-то ерунда. Знаете, вечер, так, фонарь, так, свет. А потом, когда я занялся, когда я занялся, а я как раз только, бегу только раз, вот в эту картинку попал. Я только раз, как бы сказать, молния, да вот же тот сон, и вот она картинка. А, я бегу. Далее мне приснилось, знаете, как бы сказать, небесная аспара, красавица, там женщина такая, значит, в платье. Ой, красивая, но не можно, не можно красивая. Вот, я думаю, ну, к чему бы это появилось? Через много лет появилось. Далее. Мне приснилось, давным-давно опять-таки, что я поднимаю железнодорожные пары, то есть железнодорожные колеса. И сначала я так поднимаю тяжело, потом как-то раз, 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 а потом что-то там, одну руку легко и просто. Вот я проснулся, рассказываю домочадцам этот сон, думаю, вот это сон, вот это вот, вот, если бы мне это. Сейчас я этим занимаюсь. И практически где-то у меня идет, вот, чтобы более легче это поднимать. Видите как? Вот, и опять-таки, я перестал сейчас качаться, с суставами у меня, я доволен. И вот у меня вес тот, который без того, чтобы я его наедал, без того, чтобы я его сбрасывал, без того еще, вот он установился на том уровне, на котором, как бы сказать, организм считает нужным. То есть у нас есть вот эта вот мудрость организма, которая работает на, не скажу, что на подсознательном уровне, она работает, это глубинно, знаете, вот как, если взять компьютер, это базовая программа, на которой настраивается, это самое, МАК-ОС, операционная система. Так вот у нас операционная система, глубинная, которая настраивает, знаете, организм так, как он и должен быть, как он запрограммирован природой и так далее. Мы можем в нее вмешаться, вот я говорю, и раскачаться, бросили, опять вернулись. Мы можем, наоборот, выполнять ряд таких действий, когда все это дело уменьшается, бросили, вернулись. И тут еще важно, конечно, отметить такую вещь, как банальное ожирение. Есть люди, склонные, я даже не сказал, что они склонные, есть люди, которые могут набирать вес. Вот есть люди, если у них выражена ветреная конституция, они практически не набирают особого веса, как бы они ни ели. А вот другие, так более-менее средненькие люди, вот как только они более-менее начинают, так сказать, питаться, ничего там не делать, они начинают банально ожирить. И тем более, если они еще следуют своим привычкам, пивко, две палочки, колбаски, вот как Сержу, видели, как он это самое, 126, что ли, у него там вес был, разъелся. А потом, хоп, теперь сколько там у нее, там, 80-80, там, 3-5 где-то там килограмма. Но он еще поправится, то есть это не его вес, он еще где-то килограмм до 90. А вот если начнет дальше есть, все это уже не его будет. И как раз вот дойдя до своего собственного веса, у него исчезнет жор. Жор еще говорит о том, что организм не набрал своего. Тут, конечно, надо бы сдержать, сдержать и набрать хорошую мышечную массу, полноценную, знаете, без всяких этих самых нагрузок на пищеварительную систему. И потом дальше все это остановится, восстановится. Ну вот так вот. Так что вот, выходит не то, что лучше иметь большую массу, а вот то ваше состояние, когда вы, будем говорить, уравновешены, вы довольны жизнью, какую-то нагрузочку имеете, и тогда вот это вот у вас вес и будет. И поэтому я вот, как бы сказать, стал вот таким вот. Так что я и сказал, что можете по этому поводу сказать. Я специально ничего не делал для того, чтобы набрать, чтобы там показать что-то такое. Мышцы сейчас мягенькие для того, чтобы пропускать энергию. Знаете, одно дело накачать, они такие налитые, вот это кровь-кровь памп надо там кровяной. И тогда они такие надутые какие-то. А тут они наоборот, они такие мягенькие, знаете, для того, чтобы... И в то же время они готовы стрельнуть. А-ба! А-ба! То есть, вот здесь возрастает взрывная сила и прочее, прочее, прочее. Ну вот так я ответил Жанну Саделю. Занимаетесь, умеренно питаетесь, довольны жизнью, и у вас будет ваш собственный вес и телосложение. Если чем-то недовольны, ну, можете увеличить нагрузку там. Что-то у вас там появится, кубики пресса или еще что-то. Но как только вы эту нагрузку снизите или забросите вообще, естественно, все будет дряхлить. Так вот, за счет этой гимнастики, вот, три года, сейчас четвертый идет, три года я перестроил свой организм очень и очень сильно. Костный аппарат, связочный аппарат, мышечный аппарат и сознание. Да. Ну вот, как-то вот так вот, как там поймете, так поймете. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала. И всегда оценивайте мои видосики. Если они вам понравились, а тем более приносят пользу, проявляете благотворительность. А если нет, я схалтую, значит, дурьку с маком.